Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Анастасия Кубатко. О главных событиях этого вторника расскажем прямо сейчас и вот некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болеем за наших? Золото на Олимпиаде в Токио имеет отношение и к Оренбургской области. Обещали капитальный ремонт, но не сделали даже ямочный. Автомобилисты больше не могут ездить по автодромной. Начнем выпуск сообщений с Востока области. В Ковандыке сегодня утром ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на мусорной свалке. Как сообщают в городской администрации, возгорание произошло ночью. Для предотвращения распространения огня ведутся работы по отсыпке полигона ТБО. Привлечена передвижная лаборатория для анализа проб воздуха. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 400 квадратных метров в четвертом часу дня. Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация не потребовалась. Ситуации заинтересовались и в областной прокуратуре. Ведомству предстоит установить причины и условия, способствующие возникновению ЧАЭС. И еще новость с Востока Оренбуржья. Вчера скончался один из подростков, которые делали селфи на железной дороге. У погибшей медики диагностировали 80% поражений мягких тканей. Еще двое сейчас находятся в больнице. Напомним, дети залезли на цистерну на станции Халилова-Ворске. Из-за контакта с проводами и высокого напряжения они получили серьезные ожоги. И к официальным новостям. Губернатор области сегодня работает в северных районах. В планах посетить новый детский сад, оценить благоустройство города и подготовку к отопительному сезону в Абдулинском городском округе. Новый ясли сад в Абдулино. Он рассчитан на 75 малышей. Заполнен на 100%. Дошкольное учреждение позволило ликвидировать очередь для детей до 3 лет. Здесь есть все для комфортного пребывания и развития. Спортивный и музыкальный зал, групповые комнаты. Все с учетом возраста воспитанников. Благоустраивается прилегающая территория садика. На это было выделено около 6 миллионов рублей. Будет сделан тротуар, установлены скамейки и освещение. Оборудованы парковочные места. Зашел Салмыш, работа оперативно пошла и есть результат. Самое главное, сейчас мы все обустроим. Еще одно место, которое требует внимания, площадка перед храмом по улице Коммунистической. Здесь планируют обустроить территорию для проведения ярмарок, фестивалей, места для прогулок и литературный сквер. Документы уже готовы и участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды и малых поселений. Обсудил губернатор с главой городского округа и подготовку к отопительному сезону. Социальный контракт в действии. Жители Оренбургской области в этом году получили возможность воспользоваться господдержкой. По индивидуальному плану безвозмездные деньги выдают людям, чей доход ниже прожиточного минимума. Потратить их можно на личное хозяйство или открытие бизнеса, трудоустройство или преодоление трудной жизненной ситуации. Сложно ли получить государственные средства? Наша съемочная группа побывала в селе Городище. Татьяна Штылер и Георгий Бурлуцкий пообщались с теми, кто решил воспользоваться предложением. Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас. Валерий Горегляд – житель села Городище. Вместе с братом продолжает дело отца. Сегодня проверяет, как пчелы пережили переезд с полей соседнего района. Знойное лето сказывается и на качестве меда. Жара сильно сказалась. Все, горит. После гибели части пчел в прошлом году решил, что при закупке пчелопакетов может рассчитывать на помощь государства. Тем более, что одно из направлений соцконтракта – развитие личного хозяйства. Весной подал документы на рассмотрение территориальной комиссии. После очной встречи со специалистами был уверен, что все получилось и стал ждать оповещения. А вам будет отказ. Я говорю, а почему отказ? Как так? Мне же комиссия одобрила. Сказали, получишь денежку. Отказ и все. Почему? Ни письма не было, никто не звонил, потому что у меня отказ. Ну вот мне такое вот письмо. Якобы выслали, но я его так и не получал. Ситуация усугубилась еще и тем, что в надежде на господдержку Валерий занял денег у знакомых и потратил их на покупку пчел. В Центре социальной защиты населения поясняют, в пакете документов пчеловода не хватило договора безвозмездного пользования или договора аренды помещения, где будут содержаться пчелы при отсутствии собственного. Документов не дождались и вынесли отказ. Если мы отказываем заключение социального контракта, то мы говорим гражданину о том, что он имеет право повторно обратиться, устранив те недочеты, замечания, которые были выявлены в деле. Из всех поступивших заявлений, признаются специалисты, в 15% случаев оренбуржцы получают отказ и разъяснение, как избежать ошибок. Для Валерия Горегляда в этом году шанс упущен. Пчеловодство – дело сезонное, но еще есть время основательно подготовиться к следующему. Вот мама, вот у нее деточки, вот они. Алла Корчагина – одна из нескольких тысяч оренбуржцев, которые соцконтрактом довольны. Разведением кроликов занимается три года, хозяйство растет. Я их кормлю сено, зерно. Это все пыльное, это все грязное. Тут я в интернете прочитала гранулятор. Мне это очень понравилась идея, потому что зерно, сено проходит тепловую обработку, горячую обработку. Это все стерильное, они все кушают чисто. То есть меньше падеж, меньше болезней. С заявкой и пакетом документов обратилась в соцзащиту. Подписала соцконтракт. На выделенные деньги закупила оборудование. Как положено, отчиталась о приобретении. Измельченной смесью сено и зерна кормит своих питомцев. Результат хороший. У них вот эти маленькие крольчата, я их мышки называю, мамки добрые. Они все, ну вот мне нравятся, я их люблю. И реализация у меня живыми. Мне их жалко. Жалко, мясом жалко. Живыми. Приезжают покупают. Сегодня в области заключено более трех тысяч социальных контрактов по четырем направлениям. Большая часть из них – личное подсобное хозяйство. С помощью государственной программы оренбуржцы находят работу, развивают бизнес, исправляют трудную жизненную ситуацию. В бюджете на эти цели заложены региональные и федеральные средства в размере почти 600 миллионов рублей. Это около пяти с половиной тысяч социальных контрактов. У оренбуржцев есть возможность взять деньги еще в этом году. Татьяна Штылер, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. И теперь к новым данным по коронавирусу в регионе. Число вновь заболевших в области ежедневно бьет антирекорды. За последние сутки тесты подтвердили вирусу 319 человек. Опасная инфекция унесла жизни шести оренбуржцев. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли уже 1232 жителя области. Общее число выявленных случаев заражения вплотную приблизилось к 55 тысячам. Преодолели болезни и закрыли во вторник больничные листы – 177 человек. Сейчас ненадолго прервемся. Вот что будет далее. Капитального ремонта крыши не будет. Никто не хочет ремонтировать кровлю во второй гимназии Оренбурга. Болеем за наших. Золото на Олимпиаде в Токио имеет отношение и к Оренбургской области. Обещали капитальный ремонт, но не сделали даже ямочный. Автомобилисты больше не могут ездить по автодромной. И к новостям экономики. Летом работать не хочется вовсе или хочется с комфортом. Аналитический сервис провел исследование и выяснил, в каких городах России лучше всего трудиться в самое жаркое время года. На первом месте столица. 41% россиян считают, что в Москве комфортно работать летом. Респонденты в первую очередь отметили такие показатели, как высокая заработная плата, большое количество открытых вакансий и число сезонных предложений о работе. Следом идет Сочи. Здесь люди ценят временную работу как возможность сменить род занятий и неплохо заработать за сезон. Близость моря отметили почти все, кто выбирает этот город для работы летом. Третью строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург. Причем там людям нравится еще и возможность культурного отдыха. Далее следуют Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань. Оренбург в этот список не попал. А теперь к информации на валютном рынке. Там ситуация нестабильная и меняется каждый день. Курс доллара и евро сейчас на вашем экране. В Министерстве финансов региона подвели итоги полугодия. Более 60 миллиардов рублей с начала года поступило в региональные и муниципальные бюджеты. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2020 года. По словам специалистов, в этом году показатели стремятся к дековидным значениям. Пока региональный бюджет в профиците, доходы превышают траты. Это промежуточное состояние, говорят в Министерстве. Так как не все расходы, запланированные на полугодие, удалось совершить. По-прежнему ключевую роль в доходах регионального и муниципальных бюджетов играют налоги. На прибыль и имущество организации доходы физических лиц акцизы на отдельные группы товаров. Налоговое поступление – индикатор, который помогает наглядно оценить состояние экономики, считают специалисты. В этом году их сумма заметно выросла. Рост поступлений по НДФЛ, как правило, отражает постепенное восстановление уровня доходов граждан. И при этом положительная динамика по заработной плате отмечается во всех отраслях экономики. Вместе с доходами увеличиваются и расходы. Они по итогам полугодия составили почти 60 миллиардов рублей для консолидированного бюджета и около 50 миллиардов для регионального. Более 70% затрат на социальную сферу. Продолжается и реализация национальных проектов. На них предусмотрено более 18 миллиардов рублей, из которых половина – средства федеральной казны. Как и год назад, 16 миллиардов рублей из бюджета региона были перечислены в муниципальные бюджеты. Удалось сократить сумму государственного и муниципального долга. При этом долг второго на 100% состоит из бюджетных кредитов. На данный момент рейтинговые агентства оценивают экономику Оренбуржья как стабильную. А также регион отмечают на федеральном уровне за открытость бюджетных данных. Отмечены за эффективное управление финансами и муниципалитеты. А теперь о ситуации на дорогах. Время идет, а ремонт нет. Плохое дорожное полотно, как следствие поломанной машины. Так, жители поселка Расташинские пруды живут уже несколько десятков лет. Месяц назад они обратились с этой проблемой в редакцию ОРТ. В мэрии на наш запрос ответили, что дорожные работы начнутся в конце июля. Я и мой коллега Семен Воробьев решили выехать на место и узнать, изменилась ли ситуация. Улица Автодромная – единственная дорога, ведущая в поселок Расташинские пруды и к близлежащим дачам. Многим оренбуржцам по ней приходится ездить несколько раз в день. При этом объезжать то ямы, то встречные машины. Автолюбители здесь буквально осваивают фигурное катание. Аксель и флип выполняют прямо на проезжей части. Выезд на встречную, езда по обочине или вовсе по полю, чтобы объехать ямы. Водители, говорят, сменили уже десяток подвесок. Владимир Иванович в город ездит по работе, живет здесь 15 лет. Говорит, единственный транспорт теперь стоит в гараже. У автомобиля серьезные поломки. Ремонтирую я ее раз в год, то есть ТО прохожу. Ей необходим ремонт. Ну просто 50 тысяч пока еще, ну к осени где-то, может быть там понемножку отремонтирую. Такая ситуация здесь уже больше 20 лет. Последний раз ямочный ремонт дорога видела в 2017 году. Но и он особо не помог. Люди обращались в управление дорожного хозяйства не один раз. В июне этого года в мэрии заверили, что в этом году автодромно будет отремонтировано полностью. Но дорожное полотно становится хуже с каждым днем. А по словам жителей, сейчас администрация дает иной ответ. Нам только обещали, что ремонт начнется в июле. Потом обещали, июль наступил, ничего мы не увидели. Обещали в августе начать ремонт. Теперь нам обещали начать в ноябре. То есть ноябрь, это сами понимаете, это уже зима, это уже снег. И какой ремонт, или там тем более капитальный ремонт. В управлении дорожного хозяйства Оренбурга говорят, дорога действительно будет сдана до 1 ноября. За это время ее полностью отремонтируют. Мы сейчас проходим госэкспертизу. Я надеюсь, на этой неделе все-таки уже выйдет положительное заключение. На следующей неделе начнем процедуру торгов. Август получаются конкурсные процедуры. Где-то, я думаю, к 25 числу у нас появится подрядчик. Срок выполнения работы до 1 ноября. А это уже улица Росташинская. Еще одна проблемная дорога на подъезде к одноименному поселку. И ремонтировали ее на протяжении нескольких лет. Жители писали в мэрию несколько раз в месяц. После обратились напрямую к губернатору. Он взял ситуацию на контроль. Накануне на заседании правительства обсудили этот вопрос. А вот по тем улицам, которые у меня были, обращения, которые мы называли Росташинская, Депутатская, Алтайская, Южная, Виноградная, мы сейчас учли вы это все? Да, абсолютно верно, Денис Владимирович. Я с вашего разрешения могу их уже озвучить. Эти все дороги мы должны закончить в этом году. Вычеркиваю, в этом году. Правда, пока неизвестно, будет ли ремонт ямочный или капитальный. Это решится в ближайшее время. Анастасия Кубатко, Семен Воробьев, Новости дня. Деньги есть, а желающих их освоить нет. Капитального ремонта кровли в гимназии номер 2 города Оренбурга в этом году не будет. Почему, несмотря на внушительную сумму контракта, подрядные организации не спешат за него бороться? Расскажем в нашем следующем материале. Гимназия номер 2 областного центра. Кровля здания по плану еще в начале лета должна была быть демонтирована. А для наступления очередного учебного года заменена на новую. Торги на портале госзакупок объявляются трижды. Сумма контракта 6 миллионов рублей не привлекает ни одного из подрядчиков. По словам экспертов, причина отсутствия заявок – изменения на строительном рынке. Стоимость материалов, дерева, металла, конструкций и комплектующих с начала лета увеличилась в несколько раз. В таких условиях подрядчикам, чтобы выполнить качественную работу свою по крыше, по каким-то другим работам, конечно, тяжело. Потому что они не могут… Смету посчитали на 6 миллионов, а она сейчас выходит 12 миллионов. Как им делать? В администрации города говорят, что этим летом капитального ремонта ждать уже не стоит. Его перенесли на 2022 год. Для начала учебного процесса чиновники обещают провести лишь локальную починку крыши. Есть несколько мест, где очевидны следы протечек. Это больше косметическая проблема на данный момент. Порядка миллиона мы потратим для того, чтобы частично эти протечки ликвидировать. Здесь нет ситуации в второй гимназии, что крыша не целостная настолько, что нельзя проводить образовательный процесс. Как поведет себя строительный рынок через 12 месяцев – неизвестно. Когда и как будет пересмотрена смета, в администрации города тоже не уточняют. Вопрос ее актуальности, по всей видимости, раньше следующего лета узнать не получится. Вячеслав Камп и Игорь Бероев. Новости дня. 28 правонарушений за водителями маршрутных автобусов. Их зафиксировали сотрудники ГИБДД Оренбурга во время профилактического рейда. Еще 6 административных материалов за должностными лицами. Вот так раньше времени заканчивается рабочий день одного из автобусов 26 маршрута. Транспортное средство отбуксировали на хранение собственнику, а водителя отстранили от управления. Причина – неисправная тормозная система. Такая поломка могла провести к опасной ситуации для всех участников дорожного движения. И подобный случай не единственный. Другое нарушение, которое часто допускают водители – не пристегнутый ремень безопасности. Немалые любители экстремальных маневров на проезжей части. Сотрудники ГИБДД напоминают, на водителях автобусов ответственность не только за себя, но и за жизнь пассажиров. А потому за нарушениями должна следовать ответственность. О спорте. На Олимпиаде в Токио у россиян появилось первое золото в плавании. Его завоевал уроженец Новотроицка Евгений Рылов. 25 лет у российских пловцов не было олимпийских побед. Те же 25 лет 100-метровку на спине выигрывали только американцы. На смену Райану Лохти пришел Райан Мерфи. Но сейчас на эту дисциплину у нас были особые надежды. У Рылова перед стартами лучший результат сезона в мире, а второй – у Колесникова. Вот и сейчас Евгений Первым коснулся бортика, опередив соотечественника Климента лишь на 0,02 секунды – это полсантиметра. У наших дубль – Мерфи третий. Рылову 24 года. Родился в Новотроицке, живет и тренируется в Подмосковье. Его вотчина дистанции 100 и 200 метров на спине. Лишь на четвертый день плавательного олимпийского турнира наши добились первого успеха. Да еще какого. А старт не заладился. Провальная мужская эстафета 4 по 100 вольным стилем – лишь седьмые из восьми в финале. В аналогичной женской эстафете наша четверка, в которой плыла оренбурженка Мария Каменева, тоже лавров не снискала. В своем полуфинальном заплыве россиянки были лишь шестыми, всего двенадцатыми и даже не прошли в финал. Не очень пока у Каменева и в личной программе. В 100 метровке на спине на предварительной стадии Марии показала 11-е время. Этого хватило для полуфинала. Но там лучше не стало. Десятый результат – и Каменева не прошла в финальную восьмерку. В среду наша плавчиха приступит к соревнованиям на 100 метровке вольным стилем. Анатолий Еденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз погоды в рубрике «О погоде и не только». Я же с вами прощаюсь. Всего самого доброго. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин